Я у музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Славцова. Сегодня открывается, ну я так поняла, вот эта скульптурная композиция, может какая-то другая. Все тут очень торжественно. Будет, пришли дети, пришел народ. Сейчас будем смотреть открытие вот этой скульптурной композиции. Его будет открывать сам художник. А потом будет еще творческая встреча с художником, который будет рассказывать про свои работы. Сначала. Объекта «Семья». Здесь можно поаплодировать. Это общий праздник, это праздник всего государства. Ведь этот год объявлен в России годом семьи. В этом году в нашей области исполняется 80 лет. Все теме. Козырные, черные, рыжие и яны. Грустые и веселые. Города и сел. Над тобою солнце светит. Родина моя. Ты прекрасней всех, кто спитит. Родина моя. Я люблю страна. Твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выглянет спину в страну до суда. Нам откроет тот же родина синяя дырка. Вновь настанет время белых ягод. А я на землю ляду белые, огромные розы. Художник, независимый куратор, дизайнер, член Союза художников России, автор арт-объекта «Семья». Я очень волнуюсь. Я счастлив. Андрей Люблинский, дизайнер из Санкт-Петербурга. Я оказался в Тюмени на открытии моего нового арт-объекта, который состоит из пяти скульптур. Пользуясь случаем, я очень хочу поблагодарить всех, кто работал, кто помогал мне в работе. Над этим проектом работала большая команда. И в первую очередь спасибо за вдохновение. Спасибо тем, что благодаря кому этот проект был реализован. И огромное отдельное спасибо подрядчикам, которые самотвержденно трудились день и ночь, чтобы мы успели к этому дню все сделать. Андрей Люблинский, приходите, пожалуйста, все пустите в свою жизнь современное искусство. С годом семьи, с днем, с 80-летием Тюменской области. Работать с размахом мощно и быть действительно современным классным художником, надо очень сильно работать. И одному не получится это сделать никак. Нужна команда, нужны приглашенные специалисты, нужны специалисты, которые с тобой все время работают. И вот эта идея фабрики, которая родилась в Америке в 60-е годы, можно вспомнить Энди Ворхолла, чуть позже, там Джун Пайка, замечательного художника. У них были свои фабрики небольшие, которые вот это все делают. И сейчас три контакта, три предложения из крупных музеев. И действительно, вот это предложение от Музея городской скульптуры меня ужасно заинтересовало. Надо сказать, что здание музея всегда находилось не в центре города, а сейчас их перевели в самый центр. И сейчас Музей городской скульптуры имеет помещение на Невском проспекте. Там пять витрин. Пригласили пять художников, у нас, значит, Пушкин, у нас все, наше все. Это достаточно... Сам отгадал загадку. Да, сам отгадал. Сам загадал, сам отгадал. Господи, что это у страшного. Но тут понятно, что это сердце еще уже. Вот здесь вот как бы не очень понятно, что это, да? Вот еще. Вообще-вообще не понятно, что это такое. Кстати, Невский до 15 лет есть. И там, наряду с классическими художниками, рядом выставлены современные, в основном петербургские, только авторы. И меня пригласили тоже участвовать. Я показываю там работу, которая называется «Симофорная азбука». Сейчас про нее расскажу. Симофорную азбуку. Это один из моих любимых проектов. Вот плакат я такой сделал. Все мы помним, как матросы на море обмениваются с помощью флажков, посланиями всякими, да? И есть специальный азбук из этих человечков с флажками. И я решил сделать, не помню, около 30, по-моему, там знаков. Я решил сделать 30 скульптур небольших, ну, высотой там от 30 до 50-60 сантиметров. И каждая скульптура должна была символизировать тот или иной знак. Вот это вот единственный заморный персонаж из всей выставки. Такой специально заржавленный медведик из металла. Ржавили сами. Там делается специальный химический реактив. И вот этот кусочек небольшой, кусочек небольшой проекта, ну, вот, собственно, вот, вот эта вот моя работа. Это, как сказать, мой омаж или моя реплика. Моя работа по поводу произведения Малевича, которое называется «Женский тонус». Вообще, Малевич – это мой кормилец. Я все время делаю какие-то свои реплики. То есть я, как автономный художник, я делаю работу со своим видением по мотивам его произведения. То есть еще четыре работы из другого проекта. Это как раз «Красные человечки», так называемые, наиболее известная моя работа, мне так кажется. Как говорят в прессе, его визитная карточка. Вот. Вот я придумал этих персонажей, и четверо из них в серпухе в данный момент находятся. Вот. Москва. Сентябрь месяц. Тоже солнце, тепло, хорошо, классно. Фестиваль здесь сейчас. Проект называется «Наблюдение за птицами». Вот такая птица находится в Москве на хлебозаводе номер 9. Станция метро Дмитровская. Это тоже, как большинство моих работ, вещь временная, но производители дали гарантию лет на 10 минимум. Она пока стоит и все фотографируется. Вот то, что могу сказать до начала.